Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 243. События дня. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 7 стих. Впрочем, близок всему конец. За 11 августа 2016 года. Далее сами смотрите. Можете затормозить, посмотреть, проверить, как это бесовское обольщение охватило страну. Все, помутилось. Думали посылать этого человека сюда. По всей вероятности, тут участвовала нечистая сила и колдуны. Так думаю, как такое помрачение. И на епархии, и везде его принимали. Деньги выдавали. Ни день, ни два, двадцать лет. Так в поневоле вспоминаешь обольщение Лениным, Гитлером. Этот человек такое зло принес, которое десятилетиями не искоренить. Он всех ссорил. Он не боялся ни греха, ничего. Он на меня только уже четыре раза наезжал. И вот у Роспотребнадзора, это его детище. Роспотребнадзор, значит, нужно натравить, показать. Секта, секта. И сейчас везде все, как зараженные секта. А сами не знают, что такое секта. Секта все. Абсолютно все. Он наполнил страну этим словом. Это главный сектант. Прислали его. Главный сектант. И он здесь вытворял. Лжепрофессор. Вот он. И звание присвоили. В разных науках где-то. Враг, затесавшийся в число граждан России. Человек с двойным или, может, стройным гражданством. Может быть, масон. Это еще не доказано ничего. Подрывная деятельность этого типа. Вот это все я из интернета взял. Моего тут ни одного слова нет. Липовый профессор и шарлатан. Разбойничал на просторах России. И везде миссионерские отделы возникли. Самые злобные туда зашли. Бестолковые, не понимающие, что такое рождение свыше в подлинном смысле. Просто свирепых набирают туда. А почему? А любыми путями обратить. Законы издавать, чтобы власть давила, а они бы сидели, смотрели. И вот Господь, наконец, поставил точку ему. Тем прежним он уже никогда не будет после того. Вот у нас дело в начале. Нет, все, закончилось, ничего. Нет, сейчас новое что-то возобновляют, и ничего не будет. Вот сегодня пишет Слава Лисицын. Добрый день, Игнатий Тихонович. Мы, православная семья из Крыма, обеспокоены судьбой лагеря. Мы написали письмо к президенту с просьбой о помощи. Получили ответ от женщины, которой было поручено рассмотрение нашей жалобы. Что сказать? Обычная отписка. Мы молимся за вас, дай вам Бог здоровья. Надеемся, что с Божьей помощью все решится в вашу пользу и правда восторжествует. Отдельно спасибо вам за Никиту. Никита, тебе посчастливилось найти своего учителя. Слушайся его, учись и запоминай. Придет время, и ты будешь утешать и учить. Всем желаем здоровья. Все будет хорошо. Все будет хорошо, это американская пределка. Не люблю ее. Все будет хорошо. Человек умирает. Жена, последний телефонный разговор из торгового центра. Горим. Все будет хорошо. Муж отвечает. Это неправда. Дальше. Из письма Архимандрита Сафрония Сахарова про Таирею Георгию Флоробскому. Посчитайте. Я не буду считать отношения епископов. Почему их боялся Златоус и все. Вот тормознул здесь. А вы сами просчитайте. Больше задерживайте. Время нет на это. Это мне сегодня прислал Марущак Владислав. Тормозните и считайте. Очень важно это. Подтверждаю, что это именно так и есть. Далее Михаил Домич пишет. Вечер добрый, Игнат Тихонович. Ваши рекомендации по особому употреблению меда подтверждаются в интернете. Он статью, видимо, нашел где-то. А у меня жена занималась этим. Насаль. Отец и сын. 30 лет исследования вели. На практике. А почему так долго? Тысячи людей. Какие результаты были? Меда смешано с холодной водой. С теплой водой. Всяко. Просчитайте. Вот что должны привозить Роспотребнадзор. Чтобы приезжали в каждый лагерь и привозили, ну, хотя бы килограмм по 100 меду. Меду там купили, чтобы государство отпустило это и не разворовали, а выдавали по ложечке. Вот у нас, видите, как и достаем рамочный. Вот то, что показал. Ну, и вчера, это утро, может, мы даем отсчет за этот день. Трактор все на целый день. Перед этим, значит, день у нас был 10-го нерабочего бальдозериста, потому что прошел ливень сильный, а там глина. И это единственный пруд, который нужно углублять. Если бы был год засушливый, он бы сделал все как надо. А сейчас все налипает никак, но день вчера он провел прекрасный и торопится что-то, не знаю. Уговариваю, молюсь, чтобы он закончил работу. Еще пятница сегодня будет, завтра суббот. Долгое может сделать. Братья были на Рыжковском пруде, еще не закончили. Ну, и не знаю почему. Я думал, до обеда закончат, а не за день не закончили. Опыта нету. Этот день так прошел. Ну, вот сегодня, сейчас посмотрю, что тут. Выставил я 10 роликов сегодня с утра. Выставил 10. Вот, ТВ из Москвы. О, побудили прилететь к нам. По одному, по четыре просмотра. Сейчас еще раз обновлю. Вот. Ну, практически во все уже заглянули. По два человека. Ну, а все 18 минут назад. Ну, а дальше вот видно, какие еще у нас будут. Под замками стоят, показать. Вот, замки надо будет снимать. Вот оно. ТВ 5. Будет, будет 6 даже. Вот эти, где замки. Это уже надо снимать. Где замков нету, это уже снято. Все. Это история уже ушло. Показать. Вот, наши ресурсы. Я на других не бываю. И ВКонтакте вообще не бываю. Одноклассники не захожу. Он мне очень не нравится. Фейсбук вообще не признаю. А хотя там у меня открытая страница. И в Твиттере, и журнал живой есть. Живой журнал свой. Все работает там модераторы. Администрация. Живой журнал еще ни разу не показывал. Надо будет показывать. Как он выглядит у нас. Вот он живой. Жизнь православной общины. Опять промахнулись. Сергей. Великий пост. Молился. Мое стихотворение. Великий пост. Не дроги на погост. Но обогрев продрогшим с корма лишним. Апостол Петр на что казался прост. Не взял нечистого из полотна корыта. Пост иудейский в чистом и нечистом. На птицу, скот, кошерный и на рыбу. Был соблюдаем. Нарушался с риском. Всем осквернителям легко попасть на дыбу. Пост приходил не в случае побед, но при осаде разрушения храма. Давали в горе сенезыблемый обед и назарейство тот, кто тяжко ранен. Великий пост с прощением на устах, с вуалью скорби темная одежда. Поклоны счастая и молодой устал, как взмырная лошадь на манеже. Заранее до Пасхи на подсходе усиливаю душу вечную и неплоть. Нагрех и телевизор под две пломбы, особенно когда мы с Пасхи вплоть. Ум утончается, лицо тамя светлеет, из сэкономленного нищих наделить. Душа ликует, если что милее, физиономия преобразится в лик. Великий пост с молитвой Ефрема влечет израненое в гостиницу в врачу. Он крестоносец, снимет наше бремя. За прихословие полысине, за щуп. Пост воздержания от зла со дня крещения в животном и растительном пайке. Бревно толстенное уменьшится до щепки, хотя бы до поста был вовсе не аскет. Постись душа от слов худых, гневливых, вход очень узок в царство Еговы. Из двух источников чудесные поливы расплавят узы, в коеме был скован. 10 марта 2008 года писал. Вот оно. Пост убойный. Стихотворение. Видите, как посты. Как мусульмане все склонились. Только женщина отдельно в одном храме, мужчина отдельно в Потеряевке. Обращение к беженцам, православным, помочь. Вот я был в Москве, тут встреча. Вот видите, как. Но другое не беру. Вот только наш мир, в моем мире. Тут можно написать письмо. Тут есть почта. Вот только ткни и нашел. Есть другие страницы у меня. Там я с голубем. Там это просто дубль дается на сохранение. Это даже мой мир, и то большой. 18 916 фотографий. 3529 видео. Вот я вернусь, когда будут уже и 4000. 10 октября. Вот наш форум. Православный форум. Вот он как выглядит. Можете в нем участвовать. Звонит, попустим. Татьяна, старшая сестра, проверяет, как у нас тут. Я не трогаю, и она понимает, что все хорошо. И вот это наш видеоканал. Еще попутан пока говорил. Сейчас еще раз обновлю, посмотрю. Разница есть, нет. Вот 4 было, сейчас уже 7. Вот утро. Смотрят. Покупка дома и прочее. Интересно людям, да? Интересно. Вот, прилететь. Кроме того, самое драгоценное, что есть у нас, самое мощное, тяжеловесное. Это сайт. Библейский православный сайт во свете Библии. Все ресурсы у меня так и называются, во свете Библии, открытым оком. Вот православный форум, нажми здесь, и уже на нем. Видеоканал нажать, и уже находишься. Очень профессионально составлены у нас видеоканалы и прочее. Я сравниваю с другими, где, ну даже близко не приходится сравнивать. По плейлистам. Как все богато. Там фотографии много, видео, аудио. Очень хорошо составлено. Ну, программисты работают. Высокого уровня. Здесь самое главное, и всего, что у меня есть, это 4104 ответа. Даются ответы согласно Святой Библии полной. Святых отцов, жития святых и канонов церкви. Ну, и мировое искусство, литература, все здесь. В каждом ответе. Это не 2, не 3 тысячи. Это я вел занятия в разных университетах, школах, милициях, воинских частях. 3 радиопрограммы. И вот об вопросах. Часть вопросов сохранилась. Часть. Меня обязательно кто-то должен толкнуть, показать, что ну сохрани это. И вот такие люди нашлись и попросили изложить это в книжном варианте. И было издано 48 томов, еще 7 фактически. Это отдельно в интернетной версии. Ну вот на сегодня все. Пишите ваше предложение. Что у вас есть, выключаю. Богу нашему слава. Пишите ваше. Игорь. Продолжение следует...